Друзья мои, всем привет! С вами снова Димас. Сегодня приготовлю для вас рыбу. Наловил вот так у нее небольших малышей. Ну, как раз пойдет. Вот такие кушки. Сегодня мало ингредиентов будет. Обычная панировка, стандартная. Можете сами сделать сухари панировочные. Чуть-чуть добавлю муки туда кукурузной. И крахмала кукурузного. И, как бы, в принципе, все. Соль, перец и масло растительное, на чем будем жарить. Все, сейчас приступим. Будем разделывать. И, как бы, смотрю, многие так делают. Чистят от кожи. Надо попробовать. И вот такую вещь сделать. Так что вот надрезаем вот здесь. Может, неправильно делаю, честно. Я только посмотрел несколько видео. Где вот голова заканчивается. Тут мясо. Вот. Затем переворачиваешь. И лезвие вверх. Вот так, прям под кожицу ведешь. Вот так срезаешь. И с этой стороны тоже самое. Прямо по плавнику, по верхнему, по хребту. Вот так проводишь. И дальше все просто, в принципе. Берешь и вот так снимаешь ее. Эту кожу. С обеих сторон. Уйти тут, буси. Кошки у меня тут влазит. Хотя я им рыбы дал уже. Интересный процесс. Ты так сдираете все. Всю кожу. В принципе, она сдирается легко. Вот, делать будет без головы. Голову убираем. И вот все внутренности вот оказывается здесь. Где это, как голова. Икра вместе со шкуркой всегда вылазит. Или молоко, если что-то там есть. Да, вот тут реберные части вот эти. Мясо вот снимается. Потому что маленькая, ну, маленькая рыбка, наверное. Из-за этого. Вот икру тоже пожарю. Это все кошечка, мадам. И вот получается такая рыбка. Тут вот пузырь еще. Ну, пузырь можно не вынимать. Он съедобный у рыбы, как вы знаете. И здесь на плавник я срежу. Такие вот маленькие окушки получаются. Прикольненькие тушки. Вот сейчас буду зачищать. Это все кошкам, мадам. Идите, ешьте. Окунек небольшой. С крупным будет полегче снимать. С маленького тоже несложно. Надо только приноровиться. Кто постоянно этим занимается. Наверное, у них же профессионалы. Ну, процесс, говорю, несложный. Надрезаете. Она как бы хорошо. Снимается. Раз. С одной стороны. Иди отсюда. Кошки достали. И со второй стороны. Икра, видите, слазит прямо сама. И голову срезаем. Идите, гуляете. Все, все кишочки остались тут. Как обычно. Вот окунь, чем хорошо, его чистить очень вот легко. Не надо чистить. Я чешу, естественно, когда вот целиком. Просто вспорол раз-раз. И здесь вот получается. Только вот единственное вот. Сейчас покажу, срежу вам. Реберное мясо остается. Ну, можете это оставить, тоже пожарить. Как бы вот. Достаточно много мяса. А вот шуи окошки любят. Сидят. Так что такой процесс незамысловатый. Ну, и немуторный, в принципе, когда делать нечего сидеть. Зато прям у вас целые тушки получается. Ну, вот смотрите. Я вот почистил все. Пузырик я оставил. Как бы она чистая рыбачью и мыть. Свежая. Вот и корка тоже ее, тоже запанирует. Так что берем емкость вот такую. И кидаем туда рыбок. Чуть-чуть берем соли. Пару щепоток буквально. Присолим ее. И смесь перцев у меня тут. И чуть-чуть поперчим. И добавим немножко маслица, чтобы схватилось. И все перемешаем. Пусть постоит у нас несколько минут. Десять. Рыбка у нас просолилась тут. Вот взяли сковородочку. Сковородка холодная должна быть. И насыпаем в нашу панировку обычные сухарики. Чуть крахмала добавим кукурузную. И муки кукурузные немножко. Мелкого помола, не крупную. И все это аккуратненько перезапанируем. Прямо из сухарки, со всеми делами. Лучше побольше насыпьте в панировочке. Пусть она у вас будет все обволокеться. Вот такая вот получается панированная рыбка. И теперь выкладываем как произвольно, как вам больше нравится. Можно красиво как-нибудь выложить. Вот как раз у нас и получилось в форме цветочка. Вот и корочку тоже выложим сверху. Кстати, панировки почти не осталось. Так что ее отставляем. Вот так красиво получилось. Можно было побольше, но я не стал. Опять же говорю, что можно выложить произвольно. Ну все, сейчас пойдем, у нас комфорка греется. Пойдем жарить нашу рыбку. Ну вот мы ставим нашу сковородку. И наливаем масло. Масла достаточно много. И все жарится. Вот у нас с одной стороны рыбка поджарилась немножко. И мы ее сейчас переворачивать будем. Накрываем крышкой. Размер чуть меньше, диаметр сковородки. Излишки масла сливаем. Рыба у нас здесь, оказывается, на крышке. И аккуратно ее опускаем вниз обратно. Ну, по желанию можете это же масло добавить. Чтобы у вас с той стороны тоже поджарилась. Можешь не добавлять. И все, и так же продолжаем жарить. Не накрываем крышкой буквально пару минут. Потому что у нас уже рыба почти готова. Смотрите, какой колер получился. Рыба чуть подостыла. Мы сделали фоточки. Но оно по-прежнему хрустящее. Все любят записывать этот звук сейчас. В чем прикол, непонятно. Вот, ну что мы попробуем. Как раз самое хрустящее. Приятно пахнет рыбкой. Вот, все отделяется. Очень вкусно. Очень вкусно. С лучком. С томатиком. С отчетной рыбкой получила. Идеально вкусно. Так что, вот такой вариант приготовления речной рыбы. В данном случае окуня. В плане чистки он очень хорошо подходит. Поймать, в принципе, не сложно. Рыба такая везде в любом удовении водится. Всем приятного аппетита. Спасибо за просмотр. Если вам видео понравилось, подписывайтесь. Обязательно нам нужна ваша помощь. Лайки, дизлайки. Комментарии пишите, как вы готовите, может быть, рыбу. Увидимся на канале. С вами был Дима. Всем приятного аппетита. Пока-пока.